Я хотел с вами открыть первое послание к Олимпинам. Первое послание к Олимпинам. Кто-то вчера заветы давал Господу? Что Библию читать будем давали Господу? Потому что я так понял, что у нас вечер затянулся, вдруг тебе не хватит, потом я целую главу хочу прочитать с тобой. То есть мы уже с тобой ползавета исполним. Ты же голову обещал в день или сколько? Давайте откроем первое послание к Олимпинам. Тринадцатую главу, кто-то знает, что такое тринадцатая глава. Первая к Олимпинам, о чем она повествует. Чудесная глава о любви. Коль ты заветы давал, я заветы давал, давай мы с тобой как-то так разобьемся. Я читаю первый стих, ты второй, я третий, ты четвертый, я пятый, ты шестой, я седьмой, ты восьмой. Он такой, готов? Все открыли? У кого нету, там загляни к соседу, если твой сосед настолько злой, что не показываете, что там написано, подними руку, мы за него помолимся, чтобы он покаялся, надо же быть таким злым человеком, не давать Библию читать. Все открыли? Там тоже открыли? Первый стих мой, второй твой. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кем-то звучащая? Твой. Это так в Вавилоне звучало примерно, да? И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в той никакой пользы. Твоя очередь? Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Аминь. А теперь пребывается и три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Аллилуйя. Все, заветы выполнили. Пастор Артур может спать спокойно. А теперь пребывает три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Я хотел бы сегодня проповедовать из этого 13 стиха, 13 главы о том, что пребывает. Слава Богу за конференции. Слава Богу за подобные моменты жизни. Как я сказал, что для меня это пик года. Я знаю, что мы не просто собираемся здесь, чтобы тешить друг друга, чтобы просто общаться. Хотя это тоже неплохо, когда мы шутим. Я знаю, что совершается какая-то глубокая, сильная работа в наших жизнях по этому поводу. Но я также увидел, что иногда я был на слишком многих конференциях, чтобы обманываться. Потому что когда ты уезжаешь из конференции, какие-то вещи могут выветриваться, какие-то вещи могут забываться. Какие-то вещи. Ты говоришь, а, изменюсь, изменюсь. Но что-то меняется, что-то не меняется, что-то забывается, что-то остается, что-то уходит, что-то пребывает. И вообще, я уже как-то говорил об этом, по-моему, на первом собрании, что жизнь прожить не поле перейти. Жизнь – это довольно сложная штука. И когда ты идешь по жизни, ты какие-то вещи теряешь. Правда, пастор Сергей? Ну, с годами что-то теряется. Волосы теряются. У кого-то, очевидно, они теряются. У кого-то зубы теряются. Дружба теряется. Деньги теряются. Сотовые теряются. Айпады теряются. Кошельки теряются. Что ты еще терял? Ключи теряются. Документы теряются. Интересно, что жизнь, она сложная. Я уже говорил вам, я однажды один фильм смотрел, и там один грустный-грустный мужик сидел, к нему подошли, спросили, говорят, слушай, ты что такое? Что случилось? Он говорит, жизнь случилась. Потому что жизнь, она полна потерь. Когда мы начинаем жизнь, когда мы начинаем что-то делать, когда мы начинаем жить, можно жизнь сравнить с таким полным ведром воды, которая плещется, и кажется много всего, думаешь, и того много. И ты ходишь, плещешь этой воды, а чем дальше ты идешь, тем меньше этой воды становится. Какие-то вещи уходят из твоей жизни. Я знал такое английское стихотворение, на английском он звучит красивее, чем по-русски, но тем не менее, по-русски это такой свободный мой перевод. Он звучит примерно так. Говорит, когда я был маленький и ползал, время ползло. Говорит, когда подрослел и научился ходить, время пошло. Говорит, когда я стал уже мужем, время побежало. Когда состарился, время полетело. И очень-очень скоро это время прилетит, соединится с вечностью. Жизнь ускоряется. И какие-то вещи уходят. И для меня здесь одно очень интересное слово в 13 стихе. А теперь прибывают. Вы знаете, слово прибывает, это очень библейское слово. Иисус любил это слово. Он часто цитировал это слово и говорил это слово. Он говорил, если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, я сниму крышку с твоих. Ты можешь просить все, что захочешь, если ты понимаешь, серьезный смысл слова прибудет, прибывает. И слово прибывает, это не какое-то мистическое слово, непонятное слово, таинственное слово. Прибывает, это просто остается. Я хотел бы сегодня проповедовать тебе про три вещи, которые должны остаться, когда все остальное уходит. Очень часто, потому что очень важно научиться строить свою жизнь не на тех вещах, которые уходят и приходят, а на тех вещах, которые обязаны остаться. Потому что если ты строишь свою жизнь на тех вещах, которые пребывающие, твоя жизнь будет, или остающиеся, твоя жизнь будет твердой, твоя жизнь будет крепкой, твоя жизнь будет состоявшейся. Если ты строишь на чем-то временном, на чем-то уходящем, на чем-то приходящем, уходящем, меняющемся, тогда не удивляйся, что твоя жизнь, как волна морская, и тебе, Библия говорит, что не думает такой человек что-либо получить, как-то прорваться. Есть три вещи, которые должны остаться. Все остальное либо уйдет, либо не уйдет. Оно может уйти, может остаться. Но апостол здесь говорит одну интересную вещь. Павел говорит, вот три вещи ты не имеешь права терять. Не имеешь права терять. Вера, надежда, любовь. Посмотрите со мной Луки, 22 главу, 1-32 стихи. Удивительная история. Это история, когда Иисус уже готовится на крест. Он делится своим сердцем, со своими учениками, говорит одному одно, другому другое, и отводит одного из своих любимых учеников Петра и начинает говорить ему очень забавные вещи. Он говорит, здесь ему отводит, и сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Они были друзья. Они три с половиной года ели вместе, ходили вместе, пребывали вместе. Он учил их, он выбрал их, он молился о них. И Иисус, будучи пророком, Иисус, будучи Богом, он видел будущее. И он знал, что с Петром случится. И он отводит его, как друг друга, в сторонку, говорит, Петр, ну, в общем, дело такое, я тут посмотрел в будущее, и тут такое увидел, говорит, сатана будет тебя сеять, просеять, как пшеницу. Знаешь, как пшеницу просеивали в то время? Выходили на гумно, там очень ветреное место, брали и подбрасывали, и шелуха от ветра улетала, а зернышко так и падало на место. Тебя как-нибудь подбрасывало, когда у тебя точки опоры нету? Тебя кружит, кружит, а не знаешь, где приземлишься. Не бойся, когда тебя подбрасывают, потому что шелуха только улетит, а зерно упадет, куда должно упасть. Не бойся, когда тебя кружит, не бойся, когда тебя подбрасывают. Ну, здесь сам Господь Иисус говорит, слава Богу, здесь говорит, слушай, Петр, тебя сатана будет сеять, как пшеницу. Но я молился о тебе! Вау! Аллилуйя! У нас есть самый лучший молитвенник, Господь Иисус. И когда я первый раз читал это, я хотел даже продолжить. Вот как бы ты молился за своего друга, о ком бы ты знал, что его сатана будет сеять, как пшеницу? Вот что ты, как бы ты связывал бы, да развязывал бы сатану? Я запрещаю тебе, я связываю тебя. Не смей, убери руки, лапы свои от Петра! Иисус мог бы его связать? Да, в три счета мог бы связать. Иисус мог бы его запретить? В три счета мог бы запретить. Но здесь наш Господь молится какой-то удивительной молитвой. Я молился, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Я молился, чтобы вера не оскудела. Знаешь, годами я проповедовал и не понимал, что эти вещи значат. Я не понимал, что враг атакует мою веру, а не мои вещи. Сейчас все вспоминали такие приятные истории из прошлого. Я такой ностальгией тоже проникся и помню. Вот такие дикие абаканские времена. Поехал, по-моему, это была знаменка. Хотя я могу ошибаться. Поехал проповедовать туда. Там мне домик сняли. У меня было две пары туфель. Одни помазанные проповеднические, одни, которых на улице, значит, ходишь. И я приехал туда, разулся, эти уличные ботинки свои снял, одел свои праздничные помазанные туфли. Там зал был забит, и мы там проповедовали. Ну, там такой, как зал, домик, да, домик там. Помазание. Такое сильное служение. Люди благословились. И потом, когда все ушли, я понял, что не только проповедью благословились, они еще и ботинками благословились. Вот это мои ботинки как-то ушли вместе с кем-то из людей. И знаешь, что такое ты? И ты вот в этих туфлях. А еще братья же знают, как тебя утешить. Он говорит, Олег, ты не переживай. Это типа, ну, это сатана. Это дьявол, сто процентов. А меня это еще больше расстроило. Думаю, зачем дьяволу мои ботинки? Ну, что у него со мной один размер обуви, что ли? Он уходит, там падает. Знаешь, говорит, ха-ха-ха. Гидал? Олега стащил. Потому что я связывал эту сатану, то, что я не понимал тогда, что дьявол не атакует твои ботинки, твои машины, твои квартиры. Все, что ему нужно, когда он атакует твою жизнь. Когда он пытается что-то спереть у тебя, первое, за чем он охотится, за твоей верой. И Господь Иисус прекрасно это понимал. И когда Иисус молится, он не молится, не трогай Петра! Он говорит, я молюсь об одном. Пусть он не потеряет свою веру. Его может кружить, перекружить. С ним может быть одно, второе, третье. Ничего там. Иисус не молился, чтобы Петр не упал. Наоборот, он говорил, Петр, я заранее знаю, что ты упадешь. Я знал, что ты упадешь, когда тебя еще избрал. Он ему говорит, трижды петух еще не пропадет. Но я молюсь за твою веру. Потому что если твоя вера упадет, тогда у тебя не будет чем обращать остальных. Петр, я хочу, чтобы ты с первого дня понял. Ты сражаешься ни своими талантами, ни своими связями, ни своими деньгами, ни своей харизмой, ни еще какими-то своими штучками. Есть что-то в твоей жизни. Это вера. И когда ты живешь этой жизнью, моего ученика, моего последователя, ты должен понимать, одна вещь точно не должна уходить у тебя. Вера. Что бы ни случилось. Потому что, когда атакуются какие-то вещи в твоей жизни, он не целится, знаешь, О, я разбил машину! Дьяволу не нужна твоя машина. И он уже начал сомневаться в его благости, в Божьей благости, в Божьей верности. Знаешь, чтобы ты начал спрашивать Бога за туфли. Бог, это как-то, куда ты смотрел, где твои ангелы были, я вообще тебе после этого служить не буду. Не, он атакует твою веру. Понимаешь, вера – это что-то очень важное. Это, это… И заметьте, мы сказали с тобой, вера, надежда, любовь – все эти три вещи, они, по сути, невидимые вещи. Очень трудно увидеть веру. Потому что, очень трудно… Потому что самые сильные вещи в нашей жизни, самые глубокие стержи в нашей жизни – это невидимые вещи. Потому что, ну, как ты можешь… Помните эту историю? Я уже тоже довольно часто об этом говорил на конференциях, даже о Самсоне. То есть, потому что в чем было уникальное Самсона? В чем было уникальное? Что он, по идее, он был как-то, как обыкновенный. Нам часто его в мультиках изображают, там, как Геракл такой ходит, и он, знаешь, что… И там ворота подымает, и все такое. И если он был просто такой качок, Геракл, накачанный, там, все такое, то есть… Тогда что они, ну, приставали к этой долиде, говорят, узнай, какая его сила, узнай… Она могла ему ответить, говорят, увидели, сколько он с груди жмет? Ну, и на тренировке сходите, здоровый теле, здоровый дух. Ну, проблема с Самсоном была такая, что… С Самсоном была, что на вид, как бы ни вида, ни величия, смотришь, они за ним пойдут, только они на него настроятся, он схватит челюсть осла, побьет там тысячу, и опять нормальный. И им было не… Потому что его сила была невидима, он говорит, разузнай, вы… Потому что иногда мы себе представляем, и мы играемся, что мы христиане такие супермены. И мы себя строим, что мы какие-то, мы такие особенные, переособенные. Я же вам рассказал, вот тогда же случай, когда… Тоже в Абакане был, я деканил, что-то в Абакане, я пошел, зуб у меня заболел страшно. И я в травматологию пришел, там, потому что, ну, зуб дергает там этот… И она записывает, говорит, кто такой? Я говорю, ну, где работаешь? Я говорю, церковь прославления, где? Я говорю, декан библейской школы. Она как от меня отскачет. Я говорю, что такое? Он говорит, был тут у нас ваш? Я говорю, кто был? Он говорит, студент. Я понял, где студент прошел, декану делать нечего. Я понял, что какой-то там есть какой-то прокол какой-то. Я говорю, и что? Он говорит, а что, что? Пришел, сел, говорит, так вот, сел, говорит, я разрешаю вам меня потрогать. Или прикоснуться ко мне. Она думала, он кабинеты перепутал. Я говорю, ну, психиатру или еще куда-то. Он говорит, а что к вам прикасаться? Говорит, я сын царя. Ну, знаешь, сын царя должен… Ну, я как бы объяснил, что мы не все такие, что… Ну, я тоже сын царя, но как бы… Можно трогать без разрешения. И часто, и мы себя изображаем, порой, знаешь, все равно, да я там такой… Ты такой же, как все в этом городе, с одной стороны. С одной стороны, ты ешь, что они едят, ты заправляешь тот же бензин, который они заливают, ты покупаешь того же рынка, что они покупают. И с одной стороны, ты такой же. Разве что из-за некоторых скрытых вещей в тебе. Ты какой-то, знаешь, такой супермен, плюс… Да нет, смотришь, такая же девчонка. Просто непонятно, ты устроилась в парикмахерскую, и почему-то они приходят, и все клиенты в твое кресло садятся, а в их не садятся. И тебе говорят, ты что, необыкновенный? Ну, и да, и нет. Нет, с одной стороны, самое обыкновенное, а с другой стороны, есть что-то невидимое о моей жизни, что проводит между нами великую разницу. Есть Божья благодать, есть вера. Я говорю, что это невидимые вещи. Было бы неплохо, если бы я мог пройти, значит, у каждого табличка была. У тебя есть вера, у тебя нет веры, у тебя есть, у тебя пастор, о-о-о, там столько веры. Это все невидимые вещи, они... За больше 20 лет служения я научился видеть, ну, не то что видеть, а находить эту веру в самых странных местах. В самых странных, неожиданных местах. Иногда смотришь на кого-то, думаешь, ну, вот это муж веры, ну, как сказал, как притопнул, как он там, как все показал. А на поверку коснулся чуть ближе. Ну, там кроме пафоса ничего нету. А кого-то смотришь, бабулька какая-то сидит там в конце зала и думаешь, ну, какая у нее вера. Знаешь, а та бабулька своей верой эту смерть свою двигает уже годами. Ей там врачи постановили еще пять лет назад умереть. А она говорит, пока внучка не увижу, не умру. И смерть стоит и ждет, и честь ей отдает. Говорит, хорошо, бабушка, жди внучка, правнучка, хорошо. Пока пробуждения не будет в Аттинске, не умру. Знаешь, и эта вера, это еще что-то показное. Ты можешь найти ее в детях, которых ты вообще не подозреваешь. Я говорил вам, сознавался, что у нас пятеро детей, помните, да? Вот пятый он поскребыш, да? Так вот, хочу вам исповедоваться, что я к этому с Юлей не имею почти никакого отношения. Ну, самое, может быть, маленькое. Сейчас я сказал Юлю, она может смотрит нас, Юля, подтверди. Потому что мы не собирались, не планировали, не гадали, ничего не это. К нам пришли просто гости. Я договорю, подожди, дослушай до конца. Пришли гости с маленьким ребенком. Пришли гости с маленьким ребенком. И наши девочки водились с ним, пока мы там общались с этими гостями, наши девочки водились с ним. Потом, когда пришло время провожать гостей, мы пошли провожать гостей. Пошли провожать гостей. А девочкам так понравилось играть с маленьким мальчиком, что когда мы пришли, на нашей кровати икейскими свечками было выложено сердечко. Свечки были зажжены. А там в центре сердечко лежало. Говорят, хотим братика. А, и все компьютеры, которые у нас были дома, зажжены. И все скринсейверы, все маленькие детки вокруг в спальне. Знаешь, только не подумайте, что-то случилось в ту же самую ночь. Мы связали, запретили, сказали, и не думайте, и не мечтайте, ничего не будет. Ну надо же, они помолились. Эти малявки, понимаешь? Я увидел, что... И так очутилось, что мы к этому отношения почти никакого не имеем. Мы все делали, как всегда. Ну, понимаешь, ну, вот... Я увидел, что... А есть некоторые, знаешь, по-другому скажут, ну, Вера, нормально поздороваться нельзя. Он у тебя 35 мест Писания в ответ. То есть они в одной из них не верят толком. Вера, это такая невидимая штучка. Ты никогда заранее не торопись говорить, у этого нет веры, у этого есть вера, у этого нет веры, у этого нет веры. Эй, это невидимая субстанция. Знаешь, и враг часто атакует те вещи, которым ты привязан. И когда ты привязан к этим вещам, они дорогие тебе, и когда он атакует, тогда все твое основание начинает шататься. Он не будет атаковать то, что ты не любишь. Он такует те дорогие для тебя вещи, чтобы разрушить твою веру, чтобы ты потерял надежду, и в конце концов стал жить в горечи, и в конце концов потерял любовь. Понимаете, я уже говорил об этом как-то, мы иногда не можем понимать, потому что каждый по-своему привязывается к разным вещам. Иногда мы не понимаем, как одни могут падать, а другие не подумают. Ну как из-за этого можно уйти из церкви? Подумаешь, машину разбил. Да машина, это железяка. Да из-за кабинета, ну подумаешь, обидели. Потому что у каждого у нас есть свои какие-то слабости. Я говорю, одно дело, когда мимо тебя проезжает кто-то на машине, другое дело, когда мимо тебя кто-то проезжает на твоей машине. Реакция другая. Ты здесь, а твоя машина мимо тебя проехала. Так вот, есть твоя машина, есть что-то, что тебя цепляет. И дьявол будет атаковать эти вещи, чтобы взять тебя за живое. И замерите, очень интересно, Павел начинает эту главу и описывает, если у тебя нет любви, там ты медь звеняющая, кимвал звучащая. Мне интересно, думаю, какой кимвал, какая медь, чего он описывает там. Хорошо, у меня есть там толкователь, нашел оказывается. Оказывается, он отчасти описывает одежды первосвященника. И он говорит, вот, вообще, знаешь, что вот по тому, как люди одеваются, можно много сказать о их характере. Согласен или не согласен? В общем, по дизайну можно определить характер человека. Приходишь к кому-то домой, видишь дизайн, ты примерно понимаешь, как человек мыслит, как человек видит, какой у него характер, какой у него вкус. Смотря на, потому что одежды первосвященника, это был Божий дизайн. И вообще, когда читаешь про Божий дизайн, одно понимаешь, наш Бог вообще не скучный. Он экстраординарный Бог. Потому что, когда посмотришь на его одежды, его калька, его покров, помните одежды первосвященника? Там и золотые, и там пластины, и все вышито, и там драгоценные, и полудрагоценные камни. А внизу, помните, что там было? Там были медные колокольчики должны были быть. И вот когда Павел говорит, медь звеняющая, именно это слово используется, медные колокольчики. И помните, если вы внимательно читали книгу «Левит», а вы это внимательно не читали, потом вам напомню, там эти медные колокольчики, они должны были разделены быть гранатовыми плодами. То есть колокольчик, плод, колокольчик, плод, колокольчик, плод, колокольчик, плод. Вот Бог как бы, и здесь Павел как бы, ну, немножко намекает, что проблема с некоторыми христианами, что колокольчиков много, а плодов не хватает. Потому что когда у тебя только звуки есть, у тебя есть какафония звуков, но твой звук должен как-то разбавляться твоим плодом. Твоя вера должна как-то проявляться в твоей жизни. Если это просто колокольчик, а любви не хватает, а плода не хватает, тогда ты медь звенящая, кем вам звучащая. И вся глава, в общем-то, которую мы с тобой так усердно вместе прочитали, она говорит о том, что если ты, что бы ты ни сделал, но у тебя неправильные мотивы, это не имеет никакой ценности. Ты тайны познал, ты супер-дупер учитель, но любовь потерял, толку нет никакого. И Павел как бы намекает нам, что может быть, можно охранять и хранить то, что не важно, а то, что важно, не хранить. Можно цепляться, обижаться, можно плакать, оплакивать. Те вещи, которые в принципе не имеют никакой ценности, а те вещи, которые реально ценные, их потерять. И здесь я хочу сегодня проповедовать тебе про три реально важные вещи. Тебе необходимо сохранить эти три, несмотря ни на что. Это вера, надежда, любовь. Знаешь, вера, надежда, любовь. Когда жизнь забирает какие-то вещи, дружбу, эрозию, родных, близких. Знаешь, и как ты теряешь дружбу, отношения, позицию, энергию, силу, работу, родных. Посредине всего этого пусть в этом списке никогда не будет веры, надежды, любви. Не позволь из-за того, что ты потерял. Потому что вот этот юношеский один должен где-то уходить от нас. Потому что иногда мы говорим, что мы как раньше говорим, приди к Иисусу, все будет нормально. Ничего не потеряешь, все будет только в плюсе. Но когда начинаешь жить, ты понимаешь, здесь сорвалось, здесь обидели, здесь обманули, здесь потерял. Как потерял, что потерял? Бог говорит, и когда ты будешь читать список своих потерь, пусть в этом списке никогда не будет веры, надежды, любовь. Если ты их сохранишь, ты как кошка всегда будешь приземляться на четыре лапы. Потерял машину? Не теряй веру. Потерял друга? Не теряй веру. Потерял близкого? Не теряй веру, надежду, любовь. И ты выживешь. Тогда ты всегда будешь вверху, а не внизу. Это то, что не имеет права забрать ни твой муж, ни твой босс, ни твой начальник, ни налоговая, ни пожарка, ни тюрьма. Если эти три вещи остаются, понимаешь, вера, надежда, любовь. Не позволь забрать это никому, не отдавай их ни друзьям, ни врагам. Ни друзьям. Я говорил уже об этой... Каждый человек, который забирает у тебя эти три, обрывай всякую связь. Он слишком тяжелый для тебя. Скажи, я предаю тебя Господу. Брат Ильич, потому что, заметьте, наши отношения, это как, я об этом часто говорил уже, это как четыре действия арифметики. Любые твои отношения. Помните четыре действия? Добавляют, убавляют, делят, умножают. Вот с кем-то общаешься, пришел, говорит с ним, а у тебя отняли, и ты не понял. Вроде бы, как бы, в кармане столько же, а так, как будто тебя обворовали. Было такое? С кем-то пообщался и ушел обворованный. Пришел с мечтой, с радостью, говоришь, аллилуйя, все. Он бум-бум, может, поговорил с ним, и как обворованный. А бывает, с кем-то поговорил, встретился, и как будто тебя добавили. А бывает, приехал на такую конференцию, тебя как будто бы умножили. А бывает, зашел, тебя поделили. И Бог говорит, все, что воруют эти вещи, отнимает у тебя, делят у тебя эти вещи, обрывает тебе отношения. Они смирят, ты не можешь себе позволить такую роскошь. Мы как-то, у нас такой лейтмотивом проходит эта притча о добром самарянине, и пастор Артур говорил, я там что-то добавлял, когда пастор Сергея поздравлял. Знаете, в этой притче тоже есть очень интересный момент такой, что, и пастор Артур сказал, что часто враги, и воры, и разбойники, они скрываются по дороге из одного места в другое место, во время перехода, как правило, в очень темных, укромных уголках. И одна проблема с разбойниками, с ворами, что ты заранее не можешь сказать, что он вор и разбойник. Многие из них вообще не выглядят, как воры и разбойники. Кстати, если бы каждый вор ходил с табличкой «вор», много бы он наворовал тогда. Вор-разбойник. Нет, часто он выглядит как брат. Хорош, или сестра. Или еще, потому что воры, они, наоборот, у меня как-то украли компьютер в метро, я рассказывал когда-то на одной из конференций. Ух, они трутся от тебя, они такие любезные. И смаху ты никогда не можешь сказать, кто вор, кто не вор. Смаху вор, он может выглядеть даже очень не вор. Как ты можешь определить вора? Хотите, да, вам хорошее определение вора? Когда после общения с ним, у тебя осталось меньше, чем до общения, вполне возможно, что ты повстречался с вором. Просто, да? Но сильно. Вообще, потому что... Я, когда эту притчу читал, думаю, Господи, а ведь я могу... А кто я по жизни? Кто я по жизни? Когда люди встречаются со мною, когда люди пересекаются со мною, они уходят обворованными в своих мечтах, в своих видениях, знаешь, в своих каких-то... в своих амбициях, в своей вере. Или они уходят обогащены. Я думаю, каждый из нас может принять решение. Да я не буду вором по жизни. Каждый, кто встречается со мною, пусть он идет обогащенным. Каждый, кто встречается в меня, я не буду воровать его мечту. Я не буду воровать его видение. Я не буду воровать его радость. Я не буду воровать его надежду. Я не буду воровать его любовь. Я не буду воровать его веру. Я хочу лучше быть добрым самарянином, который добавляет. Ты можешь принять это решение сегодня. Я не вор видений. Я не вор веры, надежды. Любые отношения, которые воруют, обрывай. Храни веру. Потерял машину, храни веру. Аллелуя. Понятно, что по человечески ты можешь беспокоиться. Но даже когда ты беспокоишься, в своих беспокойствах не теряй веру. Вера она субстанция, вера она дает тебе жизнь. Когда ты говоришь, я буду жить несмотря ни на что. Ах, у вас такой диагноз. Ну да. Что ты отрицаешь диагноз? Не отрицаю. Но буду жить несмотря на диагноз. И буду здесь, и буду служить несмотря на обстоятельства. Понимаешь? И когда жизнь порой сшибает тебя с ног. Когда какие-то непредвиденные обстоятельства происходят. Ты говоришь, ну да, что-то деньги профукал. А вера осталась. Если вера осталась, все у тебя получится. Где-то в глубине души она есть. Если уж ты совершаешь духовную брань. Если уж ты действительно воюешь. Воюй за что стоит воевать. Воюй за веру, надежду, любовь. Очень часто мы воюем за те вещи, которые Бог хочет забрать у нас. Но эти три должны остаться. Давайте посмотрим немножко на надежду. Готов про надежду поговорить? Библия говорит в 1 Коринфе на 15 главе, 19 стих, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Библия говорит, если у тебя нет надежды, если ты теряешь надежду, ты несчастнее всех человеков. Послание евреям. Послание евреям. Давайте посмотрим. Евреям 6 глава, 18-19 стихи. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и он входит во внутреннейшую зазовесу. Надежда тоже что-то невидимое. Павел в Римлянах пишет, что ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда. Если что-то видишь, что тебе и надеется. Помните там есть описание? О чем здесь Павел пишет, о чем здесь Писание говорит? Он говорит, что самое страшное в жизни это не смерть. Самое страшное в жизни это жизнь с потерянной надеждой. Вот почему сегодня тысячи, десятки тысяч ежегодно людей, когда они попадают, как им кажется, в безнадежную ситуацию, они избирают смерть вместо надежды. Когда мы видим проблему этого мира, люди избирают смерть, и когда как будто у них нет надежды. Потому что это ужасно жить без мечты. Это ужасно жить и думать, что самое лучшее позади меня. Что я уже все видел, я уже все открыл, я уже все понял, я уже все осознал, ничего лучшего меня не ждет. И когда люди приходят, и сатана ворует у них надежду, они убивают себя. Убивают себя по-разному. Кто-то быстро, кто-то долго. Одни просто берутся и вешаются, а другие берутся и колятся. Или пьют, или еще делают какие-то гадости. Но суть этого потерянная надежда. И Бог говорит, знаешь, теряй что угодно. Да теряй ты свой бизнес, 200 лет он тебе нужен. Не теряй надежду. Ты не имеешь права потерять надежду. Надежда, она невидима. Но если ты потерял ее, я видел, как человеку можно дать денег и не дать надежду. О, я видел, они приходят, плачут, ты им уделяешь время, ты даешь, о чем они просят. Но если я не вижу, что я мог дать им надежду, моя консультация, бестолковая консультация. Потому что если у тебя нет надежды, ты бессилен, ты беззащитен. И когда мы говорим о надежде, в евреи написано, это как якорь. Знаешь, никто не бросает якорь на корабле, когда нет возможности уплыть. И якорь бросается не только во время штурма, якорь бросается даже, когда ты стоишь в тихой гавани, потому что ты дрейфуешь. Я видел, как многие люди, почему их нет сегодня с нами? Не потому, что они приняли качественное решение не ходить в церковь и бросить все. Они просто без якоря. У них ничего впереди нет. Они не закреплены. И они потихонечку… Было такое, что когда там в лодке катался, там уснул немножко, потом глаза открыл. Хоп, а ты не там, где уснул. Я просто вынесла куда-то. Я тут якорь принес. Мне бы вот, Миша, твою майку. Ну я шучу. У него там как раз написано «бросай якорь». Думаю, слушай, пророческой майкой одел. Ты не пророк, Миша? Я сейчас зацеплюсь. Понадежнее. Так. Вот так. И знаешь, проблема какая бывает. Когда у тебя проходит проблема, когда неудачи, что-то у тебя украли, что-то случилось, какое-то потрясение в жизни. Библия говорит не то, что ты не можешь поскорбеть немного. Но Библия дает нам маленький люфт. Говорит, если надо, что бросили, подставили. Не так, как ждал. Говорит, о-о-о, не растет церковь, да? Не дали аренду. Там это не то. На работе 13 зарплату не дали. Начальник наорал. Бог говорит, ну, надо, говорит, поскорби. О-о-о-о, я не могу, жизнь несправедлива, жизнь зла, любовь зла, полюбишь. Опа. Говорит, немного поскорби. Вот досюда. И хватит. Вот досюда поскорби и довольна. Опа. Он говорит, знаешь, проблемы со многими, когда они скорбеть начинают, у них тормозов нет. Бог говорит, если у тебя этого якоря нет в жизни. Вопрос не в том, что, когда у тебя есть якорь, знаешь, волны тебя не бьют. Да бьют они. Течение тебя не тянет. Да тянет оно. Но когда якорь есть, сам уже хватится. Говорит, слушай, говорит, ну, поревел, поревел. И хватит реветь. Аллилуйя. Я возвращаюсь. Слава Богу за надежду. Потому что если не остановиться вовремя, можно до дурдома дойти. Можно до тюрьмы дойти. Можно до отступничества дойти. Я видел таких людей. У них что-то случилось. И вопрос не в том. И они думают, что их проблема из-за того, что у них случилось. И они понимают, что то, что у них случилось, случается с каждым вторым. И проблема не в том, что случилось. Проблема в том, что когда с ними это случилось, они потеряли веру, надежду и любовь. Им не за что зацепиться. Потом Бог говорит, эй, держись за это. Потому что если тебя оторвет, ты не знаешь, где ты приземлишься. Не теряй надежду. Надежда нужна тебе. Аллилуйя. Она убирает опасность уплыть. Тебе нужен якорь. Это для души твоей, чтобы твоя душа на цепи была. Помните, как Давид со своей душой говорил? Душа говорит, ты чего? Ты чего скорбишь? Ты чего? Ну-ка давай, славь Бога. Аллилуйя, у тебя якорь есть. Знаешь, можешь поплакать немножко, но до границы. Но можешь чуть-чуть поворчать. До границы. У тебя должны быть границы в жизни. Есть такая классная поговорка на английском языке, мне нравится. Говорит, мой лифт идет только до первого этажа. Жизнь не только подъемы, но и спуски иногда. И я готов спуститься, но до первого. Хочешь в подвал, иди сам. Понимаешь? Потому что безнадежность она идет к самоубийству, к наркомане. Понимаешь? И к разным другим вещам. Когда ты говоришь, я видел все, что жизнь мне показала. Ну, если ты все видел, что тебе? Ну, тогда только время умереть. Когда ты отдаешь свою надежду, ты отдаешь свое будущее. Вот почему мы стоим на этой конференции и говорим, слава Богу за то, что было. Но мы еще толком ничего не видели. Мы еще толком. Слава Богу, мы благодарны Богу. Но мы еще ничего не видели. У нас еще есть что-то. У нас есть что-то впереди. Посмотришь на некоторых. Я видел некоторых пожилых людей. Они умирают не потому, что они заболели. Не потому, что они старые. А потому, что знаешь что? Потому, что им кажется, что они уже все видели. Они говорят, самое лучшее в жизни позади меня. А смысл жить, если позади тебя самое лучшее? Это убирает жизненную силу. Мы недавно с Юлей ходили на спектакль «Дядюшкин сон» в театре Вахтангова. Я говорю, это забавно. Я так часто летаю, что у меня такие... Я уже рассказывал, что однажды пришел в кинотеатр садиться и жду, чтобы пристегнуться, как в самолете. И мы пришли на «Дядюшке сон». И знаете, там играл по Достоевскому «Дядюшке сон». И там старый дядюшка, этого дядюшка, знаете, кто играл? Этуш. Помните? Этуш, который вот... Два магнитофона, три портсигара. Ему девяносто три года, девяносто четыре года. Друзья, как он играл с помазанием. Он так играл, то есть у него же голос слабый. Его подзвучивали там. Но он вышел, и он так этого дядюшку играл, что зал катался от смеха или от слез. И он девяносто три года. Я думал, господи, чего они живут, эти артисты, по 120 лет? Ну, чего они, думаю, сказалось бы. Знаешь, я думаю, что дают ему силы? Что дают ему? Знаешь, он где-то верит. Он говорит, я еще не все роли сыграл. Я не все еще аплодисменты сорвал. Я еще, я еще, я еще, да я еще покажу, да у меня еще это. Они живут планами. И он выходит, казалось бы, другие уже давно лежат там на кладбище. Он говорит, эй, я не прошел весь мой путь. У меня еще вот эта премьера, эта премьера, эта премьера. Ты посмотришь, что у некоторых молодых людей. Ему 25, а он уже... С ним нормально говорить нельзя. Он уже все знает. Он уже все видел. Он уже во всем разобрался и все понял. И ты ему одно говоришь, да это я знаю. Да не учи меня это знать. Эй, да ты старый старик. Ты еще ничего не видел. Ты еще ничего не понимаешь в жизни. Ты еще не разобрался в этой жизни. Еще так много впереди тебя. Знаешь, если ты видел все, что жизнь тебе показала, тогда время умереть. Когда я был маленький, у меня родители жили, не родители, а бабушка жила в Алтайском крае, в село Алтайское, там недалеко от Бийска. И я ездил, каждое лето ездил туда отдыхать. Каждое лето ездил туда отдыхать. И у нас была собака. Эту собаку звали Бендер. И однажды мы эту, такая смесь бульдога с носорогами, не знаю, там какая-то помесь непонятная. Ну, такая большая. И однажды бабушка, дедушка, я, мы сделали уникальное открытие над этой собакой. И открытие заключалось в том, что та веревка, которую мы думали, что она ее держит, она ее вообще-то не держала. Ну, в каком плане? То есть, веревка была у этого Бендера. И когда там проходили бабушки, там какие-то соседки, они там тявкали, знаешь, делают, как перед хозяевами делают. Ну, мы думаем, ну, собака на привязи, все нормально. И мы думали, что она на привязи, покуда не показался в нашем дворе соседский кот. И когда соседский кот показался, ну, так, мы поняли, что собака-то у нас не привязана. Потому что эта веревка, мы поняли, что эта веревка вообще была не преградой ей. И этот гвоздик, которому веревка была привязана, не преградой ей. И поэтому, пиуу, эта веревка так лопнула. Она оторвалась, только мы этого кота и видели. Я понял одну такую вещь. Если у тебя есть достаточная мотивация впереди тебя, ты можешь порвать эту веревку, когда захочешь. Вопрос лишь, что и мотивация. Ты можешь порвать эту веревку, когда решишь. Иногда мы себя оправдываем. Знаешь, что на миссию не еду? Денег нет. Да не денег нет, тебе кота надо увидеть, ты просто чего-то не увидел, понял? Просто вопрос не в том, знаешь, что я язык не учу, старый. Да нет, при чем тут твой возраст, возраст не при чем, ты можешь порвать это в любой момент, когда захочешь. Вопрос не в веревках, в деньках, в местоположении, в образовании, в национальности, еще в чем-то. Вопрос, ты видишь что-то впереди себя или не видишь впереди себя? И вот эта способность видеть впереди себя и есть надежда. И Бог говорит, не позволь, если ты потеряешь эту надежду, так ты будешь скутанными веревками, будешь свято верить, что тебе нельзя, тебе не получается, тебя привязали. Но ты можешь порвать ее в любой момент, когда захочешь. Скажи соседу, можешь порвать, когда захочешь. Ты можешь порвать, когда захочешь. Аллилуйя. Ты еще не закончил жить. Мы только на самом начале, мы только начали. И вопрос, есть ли у тебя эта надежда? Сохранил ли ты ее? Вот почему враг боится, потому что он знает, какими путами он тебя не опутал, какими бы узами он тебя не связал. Если ты что-то готов видеть впереди себя. Помните апостола Павла? Однажды его там 40 человек хотели порешить там, бросили его в тюрьму. И они поклялись, что они есть, пить не будут, покуда они убьют его. Помните? И ангел пришел и утешал его. Вот если бы ты был ангелом, ты как бы утешал? Я бы утешал, говорю, там, апостол Павел, да ты не переживай. Да мы их самих порвем, да мы еще там то сделаем, то сделаем. Знаешь, как ангел утешал Павла? Павел, а помнишь репцентр? А помнишь, когда ты покаялся? А помнишь, когда те первые молитвы? А помнишь, что было показано тебе? А что там было? Ну, типа, что ты перед кесарем будешь стоять. Да там брат с репцентом, он такого договорил, перед кесарем, месарем. Ну, ты ж поверил, ты помнишь, это было. Ну, был кесарь. Ну, а ты ему проповедовал, тому кесарю? Да нет пока. Ну, логическую цепочку продолжай. Перед кесарем ты не проповедовал, а они хотят убить. А ты еще не проповедовал кесарю. Что значит будет? Ну, они же сказали, что есть пить не будут. Ну, продолжай, продолжай. Ну, помрут тогда с голоду они тогда. Потому что, знаешь, Бог утешает его надеждой. Есть утешение в надежде. И Бог говорит, что бы там ни было, не отдавай эту надежду. Ты можешь ей утешаться. Можешь смотреть туда и утешаться. Я видел, что надеждой можно учиться, надеждой можно платить. Надеждой можно... Это такая конвертирующая валюта. Ты можешь, если ты видишь что-то впереди себя, ты можешь пережить что угодно. Важно, чтобы ты это видел. И враг знает это. А то, когда атакует тебя болячками, финансами и еще чем-то, да не нужны ему твои деревянные рубли. Все, что ему нужно, что ты потерял. То, что он говорил в твоем сердце, в том рецентре. Все, что ему нужно, что ты потерял. То, что он показал тебе. Никогда не теряй свою веру. Это твое оружие. Мы сражаемся верою. Как пастор говорил, это вообще вопрос не денег, вопрос не еще чего-то. Вопрос веры. Веришь ли ты в его обетование? Веришь ли ты, доверяешь ли ты его слову? Доверяешь ли его видению? Надежда. Про любовь можно чуть-чуть сказать? Время уже уходит. Потому что самое большое, что враг хочет разрушить, это любовь. То, о чем пастор Денис вчера говорил. Любовь. Знаешь, так забавно видеть некоторых людей. Забавно или печально, надо сказать. У них улыбка осталась, а любовь потеряли. Я видел, как можно жертвовать и потерять любовь. Как Павел пишет об этом. Говорит, отдать свое тело на... Кто-то пусть играет уже. Отдать свое тело на сожжение, но потерять любовь. Знаешь. Делать правильные вещи, но потерять любовь. Знаете, в этом мире люди не понимают любви. Они надсмехаются с людьми. Они даже объединены словом любовь и секс. Никогда не проводи параллели между тем вещами. Нет ничего общего любви и сексом. Если у тебя есть знак равенства между любовью и сексом, ты очень бедный человек. Потому что любовь это совсем другое. Любовь это силище. Люди сегодня говорят, а у них там любовь, у них там была любовь, ничего там не было. Любовь это совершенно из другой оперы. Любовь делает тебя уязвимым. Любовь порой делает тебя слабым. Но любовь это силище. Сегодня, когда ты приходишь на работу там и там подружка разговаривает. Я говорю, слушай, я не понимаю, что ты с ним живешь. Я не понимаю, что ты с ним. Да я бы такого уже давно. А ты говоришь, я его потому что люблю. Я говорю, потому что люблю. Что такое люблю? У нас удобно, неудобно? Люди сегодня боятся инвестировать в любовь. Сейчас модно не делать свадьбь. Что знает. Будет, не будет, живется. Десять тысяч долларов отдашь, а они потом... Через три месяца характерами не сошлись. Люди говорят, гражданский брак популярен сегодня. Вот поживем. Но любовь это силище. Любовь это самая большая сила на планете Земля. Понимаешь? Потому что понятно, что любовь она причиняет тебе боль. Любить это больно. Любить это ты не можешь. Любовь... Ну как сказать тебе? Она делает тебя уязвимым. Потому что... Сколько раз ты говорила, я никогда не прощал. Но если любишь, прощаешь. Сколько раз ты говоришь, я больше... Помните ваших родителей, которые говорили, что... Никогда тебя там... Больше я никогда... Идут и вытаскивают тебя. И первый, и второй, и пятый, и десятый раз. Любовь она делает тебе... Какой бы ты крутой ни был. Любовь она делает тебе слабым. Библия говорит, ибо так... Возлюбил Бог этот мир, что... Отдал себя. Знаешь? Его любовь... Это не была любовь на расстоянии. Это не... Гвозди римских солдат держали Иисуса на Голговском кресте. Знаешь, что его там держало на Голговском кресте? Любовь. Он говорит, вот так сильно. Я тебя люблю. Есть сила любви. И когда Бог говорит, я люблю... Он сделал себя доступным. Он мог бы любить нас на великом расстоянии... В тридесятом царстве, тридесятого государства... Он говорит, люблю тебя. Далекую любовь. Он говорит, нет. Я так сильно тебя люблю. Знаешь, что это значит любить? Когда я говорю, что я тебя люблю... Это значит, я разрешаю тебе меня ранить. Я разрешаю тебе... Это то, что сделал Иисус. Он когда объяснял ученикам отношения между ними и им... Он говорит, а... Ну как же вам сказать? Ну как? А! Вот, знаешь как? Я лоза, а вы в ветви, которые привиты ко мне. Кто-то из вас когда-то прививал ветви к лозе? Ну не к лозе, а к яблони, к ранетке. Было такое? Вижу здесь не огородники. Ты другими делами занимался. Ладно. Ну знаешь, поверь на слово. Когда ты прививаешь, ты не можешь просто взять ветку и привязать ее изолентой. Не открыв этой кожуры, не разрезав. Ты должен, чтобы что-то привилось, ты должен взять и разрезать. Иисус мог бы любить нас, знаешь, за большой изоляцией. Там, люблю тебя, но мне до тебя дела нет. Он говорит, не. Знаешь, как я люблю тебя? Он открыл себя. Этот римский солдат, который пронзил его Бог. Он открыл себя для нас. Он говорит, давай в меня. Ты во мне, я в тебе. Я так близко люблю тебя, что я лоза, а ты веточка. И то, что чувствуешь ты, то чувствую я. Вот почему, когда ты что-то говоришь от сердца, если ты попросишь что-то от сердца и поверишь в мой завет, я так сильно это чувствую, что это все равно, что я дам тебе все, что ты попросишь. Потому что твоя боль, это моя боль. Твое сердце, это мое сердце. Потому что если это важно тебе, это важно мне. Потому что я люблю тебя. И дьявол хочет украсть откровение об этой любви, как он сильно тебя любит. Потом он говорит, послушай, всякий раз, когда ты намеренно грешишь, всякий раз, когда ты знаешь, что ты не должен делать и делаешь, мне больно, ты опять меня распинаешь. А ты хочешь знать, почему ты меня распинаешь? Да потому что я так близко с тобой, я люблю тебя. И потому что я люблю тебя, мне больно. Я люблю тебя до боли. Понимаете, о чем я говорю? И с одной стороны, почему враг хочет украсть эту любовь? И он говорит, слушай, ну хватит тебе уже болеть. Ну хватит уже так переживать. Ну хватит уже любить. Давай мы анестезию поставим. Давай еще, ну давай как-то, ну вычеркни ты его, забрось это все. Я увидел, иногда у него получается воровать любовь из семьи, воровать любовь братьям, воровать. И знаете, что происходит удивительная вещь? Как только ты теряешь любовь, ты теряешь силу. Потому что слова становятся пустые. Потому что сила, которая есть в нашей жизни, она из-за любви. Мы говорим о силе слов часто, и мы научились связывать, развязывать, проализовать. И мы не понимаем, что не все слова сильные, а слова сказанные с любовью. У меня пятеро детей. И я постоянно поучаю их жизни. То делай, это не делай, это делай, это не делай. Правильные слова иногда не действуют. Но когда ты садишься на краешек кровати, открываешь свое сердце. И говоришь те же самые слова. Слушай, не делай так. Я люблю тебя. Эти слова меняют жизни. Они меняют характер. Знаешь, слова могут быть как медь звучащая. Поэтому дьявол, он не против того, что ты болтал. Но пусть это будет пустое. Потому что тогда у тебя снаряды холостые. Па-пам! Но когда у тебя есть любовь. Что делать нашу жертву сильной? Когда ты любишь. Что делать нашу хвалу сильной? Когда ты любишь. Это не модуляции, знаешь. У-у-у-у, перепевы. У-у-у-у. Знаешь? Но когда ты любишь и славишь, тебе сна открываются. Когда ты любишь и даешь, знания появляются. Когда ты любишь и делаешь что-то. Я видел так много пасторов, которые проповедуют и не любят тех, кому не проповедуют. Павел говорит, эй, не позволь, не позволь ему украсть твою веру, надежду и любовь. Любовь – это силище. Это мы недооцениваем. Даже медики говорят, если у тебя есть… Твоя жизнь до 5-7 статистических лет будет больше. Если у тебя есть дома кого-то, кого ты можешь любить. Какую-то собачонку, кошечку. Это настолько сильно, что если у тебя есть кому-то делится, кто-то потрется у тебя ногу, на колени запрыгнет, а уже на 5 лет больше живешь. Любовь – это сила. Любовь – это сила. Представляешь, как много мы можем жить, если можем отдавать свою любовь. Там почти все проповедники удивляются там. В чем секрет, секрет краеугольного камня? В чем секрет пастора Сергея? Я его открыл. Но тебе не скажу. Я шучу, конечно. Пусть это остается секретом до следующего юбилея. Потом, может, скроем его, как консервную банку. Все секреты выведаем. Что там? Ну, знаешь, есть что-то, что я одно могу видеть – это любовь. Любовь. Никогда не сомневайся в любви Божьей. Никогда не сомневайся в любви. Потому что это то, что дьявол захочет украсть тебя. Он захочет заставить тебя не любить. И чтобы ты поверил, что Бог тебя не любит. Я помню, однажды мы с Карлом Густавом… Я уже приземляюсь, приземляюсь. С Карлом Густавом мы были то ли в Барабинске, то ли где-то проповедовали. Я переводил Карла. И там пришел какой-то баптист уже. Пришел какой-то баптист. И этот баптист… У него дочка была парализована. Она была детским телебральным параличом болела. Я не знаю, зачем он пришел. Он не хотел, чтобы Карл за него молился. Он говорит, давай я помолюсь. Он говорит, не, не надо. Мы не верим в исцеление. И у них началась такая дискуссия интересная. А баптист же хорошо знает местописание. Карл Густав говорит, ранами… Ранами его, она исцелилась. А он ему изысает. Не я ли Бог, который дает болезни? Карл Густав ему еще одно писание. А тот ему… Баптист тоже. Ему в ответ еще одно местописание. Тот ему писание, тот написание. И диалог зашел в тупик. Ничья. Пять-пять было. И там Карл разозлился. Говорит, слушай… Да что ты за отец такой, который… Что ты за отец такой, который не хочет, чтобы твоя дочка исцелилась? И он драться на него полез. Говорит, чего? Да как ты смеешь так говорить? Да если б можно было такую операцию сделать, я бы все деньги отдал. И чтоб она… Если б я с ней местами мог поменяться. Да я бы с ней поменялся легко местами. Зачем так говоришь? И Карл посмотрел, говорит, смотри на мои глаза. И ты думаешь, что Небесный Отец любит ее меньше тебя? Он сломался. Но я никогда не думал так. Я думал о Боге доктринами, писаниями. Но я никогда не думал о Боге категориями любви. А Павел говорит… Знаешь что? Он пишет там в официальном. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в его любви, могли постигнуть глубины Божьи. Ты не можешь понять Бога, неукорененный в его любви. Ты не можешь читать Библию, неукорененный в его любви. Если дьявол украл у тебя эту любовь. Что ты там вычитаешь? Доктрины, писания, методы. Только ты любишь его. Я сказал, знаешь что? Я потерял вот это, вот это, вот это. Но я верю в его любовь. У меня есть вера, надежда, любовь. И никто у меня этого не отнимет. Хотя мы станем вместе. Аллилуйя. Скажи соседу, я его люблю. Я люблю Бога. Я люблю Иисуса. Вот почему ты здесь. Аллилуйя. Скажи, я люблю людей. Аллилуйя. Как ты веришь в его любовь. Знаете, здесь еще одно место писания. Хочу прочитать с вами. Иов, 14 глава, 7, 8, 9 стихи. Ох, у Йова была там проблемка. Ох, у него позабирали все. Ох, он потерял все. Вот здесь удивительная глава. Удивительные стихи. Иов смотрит и говорит. Для дерева есть надежда. Что оно, если и будет срублено, Снова оживет. Отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, И пень его замер в пыли. Но лишь почуяло воду. Оно дает отпрыски и пускает ветви, Как бы вновь посаженные. Знаешь, удивительное место писания. Иов говорит, я как дерево. Я как сухой пень. Меня то забрали, то забрали, то забрали. Я то потерял, то потерял, то потерял. Но как только я чувствую, Как только я чувствую эту прохладу, эту росу, Начинается новая жизнь. Новые роски. Новые отношения. Я хочу сегодня молиться. Эта конференция заканчивается. И многие вещи, которые ты здесь прижал, не забудутся. Что-то потеряешь по дороге. Что-то не потеряешь. Но знаешь что? Я хочу молиться сегодня. За веру, надежду и любовь в твоей жизни. Может ты уже потерял их. И Бог привел тебя на это место. Чтобы вернуть тебе. Веру. Надежду. Любовь. Эту силищу в твоей жизни. Я помню. Тот же Карл Густав разговаривал мне. Он там. С сыном Лестера Самбрул. Они были в одной церкви. Говорит, они были в одной церкви. И там была семитысячная церковь. И говорит, пастор проповедовал. Говорит, так? Ну как первоклассник. Я говорю, так просто. Так просто. Я сына Лестера Самбрул спрашиваю. Говорит, слушай. Я ничего не могу. Как у такого простого пастора может быть такая большая церковь? И говорит, Стив Самбрул, сын Лестера Самбрул. Я тоже не понимаю. Я точно такой же вопрос Лестеру задал. Когда мы здесь с папой пиратцами были. И папа посмотрел на меня. И сказал. Сынок, очень просто. Чтобы иметь большую церковь. Нужно просто любить людей. Любовь это сила. Любовь это сила. Любовь это сила. Вот почему. Дьявол не атакует твои кошельки. Он атакует веру, надежду, любовь. В притчах четвертой главе сказано. Больше всего хранимого. Храни свое сердце. Ибо из него источники жизни. Если он думал, что за источник? Почему не источник, а источники? Я думаю, что знаешь, что это за источники? Вера, надежда, любовь. Вот они источники жизни. Это не из головы. Это не из кармана. Это из сердца. Мы любим сердцем. Мы верим сердцем. Мы надеемся сердцем. Это вот здесь, в твоем сердце. И больше всего хранимого. Охраняй свое сердце. Положь руку на свое сердце. Я чувствую, что Господь хочет касаться его сейчас. О, Господь хочет ставить финальную точку сегодня в твоем сердце. Я молюсь сегодня, Господь, как Господь Иисус молился. Иисус, как ты молился за Петра. Я молюсь, пусть не оскудеет наша вера. Господи, какие бы события не были, что бы мы не переживали вместе и порознь, пусть наша вера не оскудеет. Господи, пусть эта вера остается живой. Пусть эта вера остается действенной. Пусть эта вера будет пульсирующей. Я молюсь, Господь, за возвращение надежды. Вот кто-то здесь, когда он выезжал на миссию, он мечтал. Он видел какие-то картины, видения. Он мечтал, он надеялся. И ты даешь нам будущность и надежду, Господь. Я молюсь сегодня за надежду. Просто за надежду. Дай нам увидеть это будущее. Чтоб всякие узы, путы, веревки, которые удерживают нас, они рвались. И мы могли пуститься в удивительное путешествие. В твоей благой, угодной и совершенной воле. Но более всего, Господь, я молюсь за любовь. Любовь. Аллилуйя. Любовь – это силище. Любовь – это самая великая сила во вселенной. Любовь – это что-то уникальное. Аллилуйя. Знаешь, я увидел, очень трудно порой говорить о любви. Потому что когда ты говоришь о силе крови Иисуса, все кричат. Аллилуйя. Знаешь, вау. Но Иисус – это самое четкое и сильное вооружение Божьей любви. Ты не можешь любить Иисуса и не любить – любить. Помнишь, что Иисус и есть любовь. Ты должен любить – любить. Он есть любовь. Если ты хочешь принять Его дар, пойми силу, которая произвела этот дар. Бог возлюбил мир, что дал Сына. Его любовь отправила Иисуса на крест. Его любовь сделала Его способным пролить свою кровь. Его любовь сделала способным отдать свою жизнь. И воскреснуть на третий день. Знаешь, я получил фразу сегодня. Может быть, ты мог бы намного быть сильнее, если бы ты просто стал больше любить. Может, к тебе было бы гораздо больше благосклонности, если бы ты больше любил. Я увидел, удивительно замечать, как множество людей, они пытаются решать проблемы через то, что они нервничают, злятся, шокированы, когда двери закрыты. Они думают, что они могут прорваться к благосклонности через неправильные методы. Не обманывайся, Бог поругаем не бывает. Мы используем это Местоописание. Но что человек сеет, то и пожнет. Но в этом же контексте мы можем говорить и о любви. Библия говорит, хочешь иметь друзей – будь сам дружелюбен. Знаешь, я увидел, что нельзя научить детей любить через ненависть. Дети учатся через то, что они видят. Хочешь научить их любить? Люби, люби, люби. Может быть, ты стал бы гораздо сильнее, если бы стал чуть больше любить. Я, Господь, молюсь. Пусть это движение, пусть это наше поколение, пусть эти пастора, которые сегодня, пусть они будут известны из-за своей любви, из-за своих проповедей, еще чего-то, из-за большого сердца к людям. Пусть там, где есть любовь, там есть сила. Я молюсь, Господь, за силу любви. Силу любви, которая все побеждает, все переносит, всему надеется, все примазмогает. Иисус, научи нас любить. Ты не можешь любить Иисуса и не любить любить, потому что Иисус есть любовь. Знаешь, если бы мы могли просто любить, сколько бы браков могли сохраниться, сколько бы семей могло сохраниться, сколько бы людей могло спастись через силу любви. И я провозглашаю сегодня во имя Иисуса Христа. Враг, все, что ты украл, веру ли, надежду, любовь, через силу Духа Святого, я молюсь, Господь, просто и слей это в наше сердце сегодня. Укрепи это, утверди это, дай нам откровение и понимание. Научи нас хранить то, что действительно стоит хранить, за что стоит сражаться и за что стоит держаться всей своей жизнью. И весь народ Божий нам скажет Аминь. Будьте благословены.